здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на своем канале и конечно же опять орхидеи очень я соскучилась и сегодня будет обзор теплицы которая находится в германии и называется она orchids and more я конечно не ожидала масштабы этой теплицы довольно таки велики оказались очень много блочников очень большое количество у них цимбидиумов есть конечно и взрослые есть и малыши есть миниатюрные виды вот ну конечно заросли огромные чтобы сказать очень все так аккуратненько нет этого я сказать не могу и растения в очень хорошем состоянии этого я тоже не могу сказать но количество их впечатляет очень много разновидностей плеуроталиса дендромбиумов на блоках булбофилумов ну конечно размах впечатляет очень много интересных новых растений у них как раз недавно импорт был и вот целое море маздывали маздывали очень много действительно и природных и гибридов и взрослые есть растения blooming size есть и сеянцы но к сожалению цветущих орхидеи в теплице оказалось ну очень мало можно сказать практически не было и она довольно таки большая и стеллажи тоже широкие и так что как-то пробираться мне и смотреть название растений но физически было невозможно это анцидиумная группа интересные очень орхидеи даже вот тут будет одна орхидея который я и не знала такое у нее название это наверное очень сложный гибрид и лимбо глоссу ну вот наконец-то нашла и одну цветущую маздывалию такая малюсенькая ну конечно море море это настоящие джунгли тропические не так было интересно что же это за растение миниатюрные на блоках но никак я к ним не могла подобраться у них в бирочки сзади висели опять маздывали и здесь рай для любителей миниатюрных орхидей конечно очень много разновидностей очень очень много и некоторые растения которых я до этого времени даже представление не имела очень интерес с интересным названием но так все это знаете друг другу впритык впритык вот прям c целые заросли что я лишний раз боялась вытащить горшочек и посмотреть название потому что боялась что могу что-нибудь сломать или испортить вот тут у них стена вся целое море это холгоглоссумы и все они разные кому нравятся эти орхидеи выбор конечно огромный и заросли заросли цимбидиумов но вот цветочки приходилось искать с помощью лупы потому что ну вот сами видите одна зелень вот буквально находила то там то сам по одному по по два цветочка дендробиумов очень много и в горшках и на блоках вот у дендробиума корешки какие огромная корневая система тоже на блоке и море море у них по фиопедилумов вот вы можете видеть маленькие розеточки молодые растения но все уже цвели и вот так вот они стоят засохшие ну наверное при покупке когда будут отправлять наверно все это приведут в порядок вот нашла еще по фиопедилум джаки ай тоже будет цвести бутончик вот блочники блочники и малыши башмачки разновидностей очень много вот тут тоже башмачки ну вот сами можете видеть там как они расположены это просто ну невероятно вот это все вытащить посмотреть это надо подбираться тоже дендробиумы вот и суккулент тут оказался живет себе среди башмачков вот это все по фиопедилумы вот нашла я один цветущий очень симпатичный вкус довольно таки большой но не подобраться к названию тоже дендробиумы миниатюрные тут и миниатюрные и малыши это булбофилумы похожие очень на фростиай но точно сказать название я не могу так как не вижу ну представляете какое здесь буйство краса когда это все цветет просто прелесть наверное такие вот миниатюрочки тоже вот нашла цветочки они прям бросаются в глаза потому что все зеленое ну а этот конечно вот красавчик тоже интересный очень архидея ну вот это все башмачки здесь велосому были я помню колоссумы тоже вот эпидендрумы заросли вернее эпидендрума очень много очень много растений но ну чтоб сказать все уж очень они тут все больные нет единственное вот что я обратила внимание в основном у всех грибковые заболевания это по листикам видно ну а так конечно можно было выбрать если хорошо походить поискать и хорошие экземпляры тоже по моему дендробиумы очень мне было интересно но там люди работали я не хотела каждый раз их тревожить и спрашивать название того или иного растения вот целогень тоже было очень большое количество конечно выбор действительно огромное это вообще такие вот малявочки и так мне было интересно ну вот название я так и не узнала выбор действительно очень большой единственное чего не было в этой теплице в больших количествах так это фалинопсисы я буквально их насчитала штучек пять ну вот еще один башмачок очень симпатичный тоже а эти башмачки они вот недавно получили видите даже еще бирочки не приготовили они были в очень хорошем состоянии я потом себе выбрала оттуда один по феопедилам и вот эти ванды красавицы ну тоже видите у листиков тургор так это ванда называется триколор суавис ну тоже тургор у листьев был какой-то тоже вот цимбидиумы и это вторая их теплица она намного больше первой сами можете видеть ну тут конечно дебри потеряешься огромное количество плеуроталисов ну очень большой выбор кому нравятся эти растения и все они довольно таки хорошенькие тоже дендробиумы очень интересные дендробиумы были миниатюрные все стены были только блоки 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 и ну конечно же море башмачков море нашла конколор красавец выбор действительно огромный ну они я знаю что посылают растения довольно таки они выбирают их и так отсылают клиенту попыталась я взять горшочек он более менее был так это свободен по радиусу еле в принципе и вытащила хотела посмотреть что это за растение корневая была очень хорошая и это хантлея очень тоже большой их выбор много места занимали на стеллаже это здесь надо потратить целый день чтобы все рассмотреть как следует прочитать название выбрать действительно это очень трудно потому что ну количество растений сами можете видеть огромное количество также эпидендромов дендробиумы и большой выбор шалашист все они здоровенькие с растущими корешками ну хотя и малыши шалашисты Индонезия я вообще слышала что у них имеются в теплице очень редкие виды ну действительно некоторые растения которые я смотрела вот очень много талумней гибридных кроснозеленкоя миниатюрненькие совсем тоже большой выбор был талумней и вот искала искала и опять наткнулась в общем что было не зеленым оно сразу ярко сразу бросалось в глаза вот был бафилумов тоже был очень большой выбор и природников и гибридов море блочников и вот первый фаленопсис фаленопсис паришиай который я нашла да еще вот такой цветущий совсем малюсенькое растение и три цветочка было дендробиум тоже очень понравился хотя название я тоже не знаю потому что стеллаж очень широкий и он стал как раз в середине тоже невозможно было подобраться это хотела взять его к себе домой но оказалось что он уже продан на нем висела эта бирочка потом я смогла издалека все-таки прочитать ну там в общем дебри дебри невозможно было даже доходить до конца стеллажа вот он еще красавчик тоже молодое растение было вот здесь опять подошла к дендробиуму уже поближе и увидела что он продан тут тоже малыши малыши действительно башмачков на любой вкус и цвет как говорится вот смотрите розеточки совсем маленькие и вот они уже все цветут значит не так им там и плохо вот видите а какое количество засушенных цветоносов а некоторые еще и цветут и вот даже не могла повернуть боялась чтоб вдруг что-нибудь сломаю растению в общем джунгли одним словом была в джунглях а это вообще посмотрите это что такое боже ну вот макрохилу вот таких можно понабрать они занимают совсем мало места практически можно сказать и не занимают вот это все все башмачки вот тоже дендробиумы были с бутончиками нашла парочку все ходила я вокруг да около этого дендробиума не цветущим брать не хотела а этот как я уже сказала к сожалению был продан вот еще нашла такую миниатюрную орхидею по-моему у Марии есть если я не ошибаюсь Мария делон канал и целый стеллаж булбофилумов вот тоже отыскала цветущий но очень солнышко било и вся расцветка тоже камеры не передавала еще у меня постоянно потел экран потому что влажность там была страшная по-моему все сто процентов очень было влажно и никак тоже моментами не хотелось фокусировать фокусировать камера вот тоже отыскала еще булбофилумы с цветоносами forest яй но этот уже цветал цветочки сморщенные были и брела брела и набрела вот на такие дендробиумы честно говоря очень они похожи на сырники а это тоже дендробиум вот трогаешь знаете как будто как сено какое-то очень интересный и вот так он называется смешное такое растение как ежик вот тоже очень интересная орхидея она очень красивая оберония кавалери хотела ее взять но не знаю почему-то потом передумала и в том уголке даже этот был не уголок как бы отдельная теплица было очень много вант вот там были цветущие ну сами видите дебри но к сожалению вход туда был закрыт я не смогла туда зайти дендробиум тоже цвел еще какие-то орхидеи честно говоря тоже не знаю как они называются не смогла дотянуться и ну конечно рай для любителей миниатюр вот тоже стелис интересное растение дендрофейлоксов много было вот отсюда немножко я вам покажу вот ванда я увидела а вот это уже третья теплица такая же громадная здесь у них эти лансии представлены так на деревьях и опять огромное количество орхидей интересная экспозиция была также нашла еще талумнии даже цветущие парочку талумния фэнси замечательная тоже малышка такие они загоревшие на солнышке и опять море блоков тут и дендробиумы были и холгоглоссумы опять также вот цветущий фаленопсис один нашла но как оказалось потом не один тоже дендробиумы дендробиумы и малыш фаленопсис маниай вот так вот он красиво цвел маленькие цветочки но цветонос цветонос такой знаете усыпан был весь бутончиками также было очень много бросовол все они вот так вот на блоках висели в горшочке я и не видела в основном они так на стеллаже висели на этой сетке также нашла свою бросоволу жду не дождусь когда она у меня зацветет ее получила по-моему месяца три назад бросовола перениай вот так она у меня будет цвести с красной пометочкой бирочкой что висят растения это они все уже проданы и потихоньку приближаемся к полке с котлеями даже увидела я одну цветущую с одним цветочком и красавица белоснежная котлей тоже очень много большой выбор сказала у них уже был импорт из Перу и из Тайваня и котлей также огромное количество и вот натолкнула себя также на катасетумную группу цикнодесы ну вот видите бульбы вроде бы громадные но они немного подпорчены и они у них стоят отдельно я так думаю что эти орхидеи они продавать не будут очень тоже было много мармутесов вот посмотрите какой экземпляр шикарный посмотрите какая бульба как наливное яблочко много много было скотцентри нантер вот катасетумы также катасетум муреай тоже были хорошие экземпляры ну что могу сказать я осталась очень довольна посещением этой теплицы действительно ну глаза разбегались во первых три громадных теплиц количество растений я даже не знаю сколько их там было и в общем они могли удовлетворить ну любые вкусы тут были всевозможные растения столько видов что и не сосчитать и миниатюрные и ну в общем просто нет слов знаете когда попало прям растерялось и хозяин оказался довольно таки приятным человеком доброжелательным хорошо встретил разрешил снять потом пообщались мы с ним много он рассказывал сказал что привез растения недавно из Перу в Тайване ну я конечно не понимала мой брат служил переводчиком но все таки мы довольно таки приятно с ним пообщались большое ему спасибо конечно я не уехала с пустыми руками и следующее мое видео будет о том какие растения я приобрела на этом я буду с вами прощаться спасибо что заглянули на мой канал благодарю всех за просмотр подписывайтесь на канал ждите обновлений и до новых встреч друзья мои